Астроном-любитель из Нидерландов с помощью телескопа сумел сфотографировать на орбите нечто очень любопытное. Судно внешне напоминало уменьшенную копию шаттла. Позже выяснилось, что с такими параметрами может быть лишь один объект, разумеется, о котором известно. Речь идет о небольшом челноке X-37B. Чтобы поймать такую уникальную добычу, астроному потребовалось несколько месяцев расчетов и наблюдений. Визуально обнаружить космоплан получилось в мае. Однако, когда спустя пару недель выдалось время для съемки, на той же орбите корабля уже не было. Очевидно, он сманеврировал. Причем очень быстро. Повторно увидеть X-37B удалось лишь с помощью целой сети таких же энтузиастов и астрономов-любителей. А снимки были сделаны 30 июня и 2 июля. К сожалению, объект занимает на снимке несколько десятков пикселей. Получить изображение более высокого качества и разрешение с применением любительской техники практически невозможно. Однако даже по такому фото можно судить о том, что космоплан находился на орбите с разложенными солнечными батареями и открытым отсеком полезной нагрузки, то есть в рабочем положении. На момент съемки 2 июля орбитальный самолет находился в космосе уже 657 дней, что не является рекордом для этой модели. Беспилотный челнок попал в кадры, находясь на высоте в 340 километров над поверхностью Земли. А что же нам известно об этом орбитальном мини-челноке? Boeing X-37B — это экспериментальный орбитальный самолет, созданный для испытания будущих технологий запуска на орбиту и спуска в атмосферу. Этот беспилотный космический корабль многоразового использования является увеличенной на 20% производной от X-40. Самолет предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 километров, способен быстро менять орбиты, маневрировать, может выполнять разведывательные задачи, доставлять небольшие грузы в космос, а также возвращать их. На этом аппарате разработчики также испытывают новые системы управления и автоматического пилотирования, новое жаропрочное покрытие и другие технические новинки. Взлетная масса X-37B составляет 5 тонн, размах крыльев 4,5 метра, длина почти 9 метров. Отсек полезной нагрузки представляет собой камеру размером примерно 2 на 1,5 метра, с возможностью оснащения роботизированной рукой. Маневренный двигатель X-37B работает на гидрозине и 4-х окиси азота. Он использует другой тип тепловой защиты, чем космический челнок НАСА, о которых, кстати, мы иногда упоминаем в наших соцсетях. Ссылки в описании. Этот небольшой и маневренный корабль стал вторым после советского «Бурана» космическим аппаратом, садящимся в автоматическом беспилотном режиме. Субтитры создавал DimaTorzok